всем привет сегодня у нас на обзоре вот такой вот большой фонарик это самый мощный фонарик по крайней мере в линейке улайт производителя это x9r мародер мощностью 25000 люмен давайте посмотрим значит поставляется он вот так вот огромной коробочки я его уже вскрыл давайте достанем идет он пластиковом кейсе вот выглядит кейс этот водонепроницаемый даже здесь резиновые прокладочки так поехали для чего и для кого нужен такой большой фонарик давайте по порядку по комплектации идет в пластиковом кейсе в кейсе мы видим зарядка от розетки не шнур и зарядка автомобильная и идет еще ремень на плечо именно плечо на нем отдельно поговорим еще инструкция идет на английском и русском кстати да вот видим и на русском языке все это расписано включение блокировки так далее есть ссылочка на сайт кейс мы отставим в стороночку значит это поисково спасательный фонарик то есть предназначен для спасательных и поисковых работ в основном дальность его луча составляет 630 метров и при этом боковая засветка у него на 160 градусов то есть можете представить себе это такой прожектор который светит на 630 метров и при этом еще имеет личную боковую засветку значит оснащается он смотрите шестью светодиодами кри это новые светодиоды x hp 72 имеет он алюминиевый корпус это авиационный алюминий аккумулятор у него литий-ионный на 6000 миллиампер час так сам фонарик тоже водонепроницаемый смотрим резьба у нас прямоугольная очень крупная чтобы не съехал очень хорошо смазана так вот аккумулятор так смотрим до 6000 миллиампер час мы один чайна так ставим на место так стоит он и так и на торце уверенно как бы не шатая стоит имеет он два кольца для переноски на ремня видим ремень и отлично сюда цепляется под поскольку фонарик реально как бы нелегкий сейчас мы его взвесим так вот видите да на ремне отлично переносится так ну мы его пока снимем чтобы он нам не сильно и поговорим о самом фонарике давайте уже раз речь зашла о весе посмотрим реально сколько он весит так смотрим 189 то есть 1 и 9 килограмма и для сравнения фонарик карманные 62 грамма понимание размера все-таки глянем его длина длина но 32 сантиметра диаметр голове 10 и здесь идет около 6 на корпусе как видим прорезиненные вставки то есть из рук он у вас реально не выпадет здесь на голове у него тоже резина чтобы он не катался и так далее и по системе управления и так давайте поговорим о режимах и включим посмотрим значит включается он однократным нажатием и обычно если как бы с коробки получаете то это включается минимальный режим дальше можете уже регулировать забивать в память какой-то режиме так далее минимальный режим у нас идет 200 люмен давайте включаем вот он включился смотрим светит далее потом плавное нажатие на кнопочку у нас идет переключение режима и смотрим идет индикация по нарастающие здесь с этой стороны с левой с правой стороны у нас индикация заряда аккумулятора давайте долго удержание у нас должен переключаться режим следующий так второй третий четвертый пятый шестой седьмой вот и выключаем значит чтобы включить turbo режим это надо включить нам двукратное нажатие то есть давайте смотрим вот включается максимальный режим выключаем и тройное нажатие это режим строк видим однократное выключение вот с этой стороны у нас идет индикация заряда батареи видите то есть управление очень легкая тут сложно запутаться и так далее включаем однократно включается минимальный режим индикация потом индикация в течение там 7 секунд по моему тухнет чтобы экономилась энергия и заряд батареечки так дальше плавное нажатие 2 3 4 5 6 7 и так далее можете остановиться здесь на максимальном но при этом он запоминает максимальный режим уже в памяти при этом когда вы включите еще раз однократно все опустится снова долго держим режим опустился во второй например выключили его теперь обратно со второго режима и включится видите индикацию все то есть реально управление несложно значит заряжается он от 220 переходник как у компьютера зарядочка и с помощью тоже в комплекте идет зарядка автомобильная ну вот для сравнения реальные размеры посмотрите спичный коробок и карманный фонарик по сравнению с этим монстром поэтому вот как бы по по самому фонарю это как бы все но реально давайте проведем все-таки тесты на улице и попробуем посвятить им это минимальный еще раз под ноги 2 3 4 5 6 7 озеро до замерзшие сейчас у нас 3 марта на дворе мы где-то минус 2 минус 3 снег уже сошел это восьмой максимальный выключаем ну и для большей убедительности как он светит в небо просто небольшой туманчик какой-то но в небо просто прожектор нереальный и видите какой какой туман идет ну под ноги это просто смотрите нереально светить его то есть реально как днем можно вот даже минимальным минимальная яркость под ноги более-менее нормально светит за 200 люмин минимально и для понимания давайте посмотрим как все таки светит этот фонарик например вот максимальный режим смотрите реально как бы прожектор еще тот так сказать так и работает смотрите когда мы единожды включаем включается минимальный режим тут режим который запоминается сейчас стоял там 3 допустим долго держим 4 5 6 7 8 и дальше снизу пошло вот минимальный режим 2 3 4 5 6 7 выключаем и двойным нажатием включается максимальный видим и и тройным нажатием включается режим стробоскопа вот как он работает вот все очень просто поэтому ничего сложного нет так он и работает всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал добавляйтесь друзья в соц сетях всем пока до новых встреч до новых встреч